Переходим к моей любимой низкокалорийной диете. Кому же показана такая диета? При различных степенях алиментарного ожирения. Алиментарное – это ожирение, пришедшее к человеку через желудочно-кишечный тракт, то есть с потреблением пищи. Ноль. То есть никаких добавленных быстрых сахаров. Можно ли человеку, у которого вес 110 кг, прописать такую диету? Он будет постоянно голодным. Он в итоге сорвется и все равно что-нибудь съест. Или врача своего съест и просто оторвет ему руку, которая прописала ему эту диету. 1300 ккал в сутки – это очень мало. Переходим к моей любимой низкокалорийной диете. Вариант диеты с пониженной калорийностью. Кому же показана такая диета? При различных степенях алиментарного ожирения. Алиментарное – это ожирение, которое вызвано поступлением избыточного количества питательных веществ. Алиментарное – то есть имеется в виду ожирение, пришедшее к человеку через желудочно-кишечный тракт, то есть с потреблением пищи. Различные степени алиментарного ожирения при отсутствии выраженных осложнений со стороны органов пищеварения, кровообращения и других заболеваний, требующих специальных режимов питания. Естественно, если у человека с ожирением есть обострение язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, то ему показана будет вторая диета, второй вариант диеты с термическим, химическим и механическим щажением. Потом постепенно, по мере выздоровления, человека переводят на первый вид, основной вариант стандартной диеты, и затем уже занимаются таким заболеванием, как ожирение. То есть затем уже, после того, как язвенная болезнь перешла в длительную стойкую ремиссию, после этого уже переводят человека на шестой вариант диеты с пониженной калорийностью. Кому же еще показана такая диета? Сахарный диабет второго типа с ожирением и сердечно-сосудистые заболевания при наличии избыточного веса. Избыточная масса тела – это состояние, которое характеризуется наличием избыточных жировых отложений в организме, а ожирение – это комплексное хроническое заболевание, при котором избыточное накопление жировых тканей может отрицательно влиять на состояние здоровья. КБЖУ – калории, белки, жиры, углеводы для людей с ожирением. Белки – 70-80 грамм, из них животные – 40 грамм. Жиры общие – 60-70 грамм, из них растительные – 25 грамм, прям очень мало. Углеводы общие – 130-150 грамм, из них моно- и дисахариды – ноль. Ноль. То есть, никаких добавленных быстрых сахаров. Энергетическая ценность – 1340-1550 килокалорий. Ну, конечно, это очень жесткая диета, которая расписана в приказе 330 Минздрава. Можно ли человеку, у которого вес 110 килограмм, прописать такую диету? Ну, я очень-очень сомневаюсь, потому что он будет постоянно голодным. Он в итоге сорвется и все равно что-нибудь съест. Или врача своего съест и просто оторвет ему руку, которая прописала ему эту диету. Поэтому то, что в приказе написано, я озвучиваю, а в последующих роликах и в предыдущих роликах, кстати, на моем канале вы можете ознакомиться с диетой, которую я рекомендую своим пациентам. Вот. Насчет калорий тоже будем разговаривать, нужно ли их считать или нет. Но в любом случае, сейчас мы говорим про лечебные диеты из приказа 330, поэтому говорю, как есть в приказе. Диета с умеренным ограничением энергетической ценности. Я бы не назвала это ограничение энергетической ценности умеренным. Опять-таки, да, если у человека есть лишний вес 1300 килокалорий в сутки, это очень мало. Так, ограничиваем мы энергетическую ценность преимущественно за счет жиров и углеводов. Исключаются простые сахара, ограничиваются животные жиры и поваренная соль 3-5 грамм в день. Ну, честно, чтобы соблюдать такую диету, наверное, надо человеку находиться в стационаре, причем быть пристегнутым к батарее, чтобы его кормили просто вот то, что ему дают или нет. И то, я думаю, он найдет в себе силы сорвать руку с батареи и добыть себе такие еду. Но в любом случае, включаются растительные жиры, пищевые волокна, сырые овощи, фрукты, пищевые отруби. В предыдущих диетах сырыми овощами, фруктами и отрубями мы пациентов не баловали. А тут, видите, сырые овощи обязательно включаем. Пища готовится преимущественно в отварном виде или на пару без соли. Соль добавляйте в конце. Это, кстати, рекомендация для всех людей, не только для тех, у кого выявлены перечисленные в данном видеоролике заболевания, но для всех. Потому что иначе вы можете легко передозировать количество соли. Потому что пища начинает вбирать эту соль. Вы ее не чувствуете, начинаете еще досоливать. Добавляете соль, добавляете и таким образом можете легко пересолить. Хотя на вкус она будет, казалось бы, не пересоленная, но в итоге там будет очень много соли. Поэтому будьте внимательны. Безусловно, есть пища, которую нужно солить до того, как вы начнете ее готовить. Например, мясо, стейки, рыбы. Но, опять-таки, тоже не увлекайтесь количеством соли. Лучше вместо соли, большого количества соли, я имею ввиду, немножко вы посолили, например, блюдо. Если у вас есть показания к тому, опять-таки, если у вас гламиролонефрит, то соль нельзя. Если вам можно в небольшом количестве соль, 6-8 грамм, например, как на первых двух диетах, добавляете соль и обязательно какой-то кислый компонент. Кислый компонент, сок лимона, например, он поможет вам избежать пересоливания пищи. Опять-таки, если у вас нет острых заболеваний и обострения хронических заболеваний, если вам не прописали лечебную диету. Если вам прописали лечебную диету, то все вот так строго, как я говорю по приказу. Свободная жидкость 0,8-1,5 литра. Опять-таки, да, тут усредненные цифры, но количество потребляемой пищи в течение дня должно зависеть не только от того заболевания, от которого мы хотим вылечить нашего пациента, но еще и от уровня его физической активности, от времени года, от страны, в которой он живет, от наличия каких-то сопутствующих заболеваний, симптомов и синдромов. И от показателей водно-солевого обмена, от тех препаратов, которые он пьет, потому что при применении некоторых препаратов требуется ограничение жидкости, при применении других препаратов, наоборот, нужно больше употреблять воды. Поэтому это тоже, опять-таки, такие цифры, в среднем, на которые можно ориентироваться, но рекомендации должны быть в любом случае индивидуальными. Убирайте перекусы сладким, добавляйте овощи, фрукты, зелень, но взрослым тоже, опять-таки, 4-6 раз в день питаться, чтобы вылечить ожирение, тоже такой достаточно спорный вопрос, потому что на каждый прием пищи будет возникать всплеск инсулина. Каждый всплеск инсулина усугубляет инсулинорезистентность. Ну, об этом мы будем говорить далее. Я вас благодарю за внимание. Посмотрите предыдущее видео про первые три диеты, которые показаны при гастритах, при панкреатитах, при язвенной болезни, при холециститах. И в следующих видео мы будем более подробно разбирать, как же питаться человеку после операции с острым панкреатитом, с ожирением и так далее, с другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Всех обнимаю, всем прекрасного дня!